Утро с Веснушкой и Кипитошей Прекрасный хрустальный голос, это моя любовь. А вы похожи на свою героиню, скажите? Очень похожа. И более того, скажу, что когда была премьера первой части, мы пришли смотреть с моим супругом, с моими друзьями, и все отметили колоссальные сходства в психофизике, в манерах, в характере. И муж вообще сказал, Наташа, по-моему, это с тебя рисовали. Кстати, да, подтверждаю, очень похоже. Да. А скажите, пожалуйста, конкретно, какими чертами характера вы похожи, если ребятам вот так объяснить, на эту прекрасную Анну, которая готова была на край света побежать за своей сестрой? Ой, вы знаете, когда проходил кастинг, кастинг это такой конкурс, когда приглашают артистов попробоваться, и нам ведь не объясняют, что будет, какой характер. То есть это нужно, чтобы совпало максимально, да, что вот у артиста есть, и вот с персонажем, которого рисуют. Вам задания какие-то давали? Вы знаете, нам давали кусочек, нам давали кусочек песни спеть и кусочек озвучить. Вот в моем случае это была часть, где Анна знакомится с Гансом, вот с этим красивым, но очень нехорошим коварным принцем, да. Вот, и надо было вот этот кусочек озвучить. А что похожего? Вы знаете, наверное, вот ее легкость, Анны, вот ее легкость, ее чувство юмора, ведь она действительно герой, ведь она очень жертвенная, она за сестрой готова на край света, и при этом она ведь не супергерой, там, да, с мечом какая-то такая серьезная, такая вот вся важная. Она и не понимает, что она совершает героические поступки, по большому счету. Просто у нее не холодное сердце, а горячее. Да, она просто любит сестру и по-другому быть не может. И вот она веселая, легкая, с прекрасным чувством юмора, озорная. Мне кажется, что мы с ней похожи. Это да. Кстати, мы знаем, знаем, что вы не только озвучивали Анну, но и участвовали в разных постановках, мюзиклах, в том числе и детских. Да. Ну что, а может быть, прямо сейчас мы послушаем, как Наталья поет своим хрустальным голосом, а? А вы прям можете спеть? Могу спеть, хрустального голоса с самого утра не очень обещаю, но спеть могу. Но только при условии, если вы все мне подпоете и поможете. Это очень известная песня. Обязательно. А что за песенка? Что за песенка? Мы споем песенку «Красные шапочки». Отлично! Давайте, вы ее знаете, подпеваем все вместе. Я с удовольствием. Угу, в этот микрофон. Да. Если долго, 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 если долго по тропинке, если долго по дорожке, то побегать и бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, верно, то, возможно, можно, можно, можно в Африку прийти. Ах, в Африке реки вот такой ширины. Ах, в Африке реки горы вот такой ширины. Ах, крокодилы-бегемоты. Ах, обезьяны-кошелоты. Ах, зеленый попугай. Это я сегодня. Ах, зеленый попугай. Теперь вместе. И как только, только, только. Как только. И как только по дорожке. По дорожке. И как только на тропинке. Встречу я кого-нибудь. Кого-кого? То, кому, кого я встречу. Даже зверю, верю, верю. Не забуду, буду, буду. Буду здрасте говорить. Ах, в Африке реки вот такой ширины. Вот такой ширины. Ах, в Африке реки вот такой ширины. Ах, крокодилы-бегемоты. Ах, обезьяны-кошелоты. Ах, зеленый попугай. Ах, зеленый попугай. Утро с веснушкой и кипитошей. Вельское радио!